Девчонки, всем привет! Это Марина и снова рубрика Косметичка на неделю. На экране вы сейчас видите продукты, которыми я пользовалась последние 7 дней. И я хотела бы по чуть-чуть рассказать о каждом. Первое, что я хочу вам показать, это парфюм Кристиан Диор, Диора Дикт Шайн. У меня он в упаковке 20 мл. К сожалению, этот парфюм уже давно сняли с производства, но у него до сих пор очень много поклонников. Выпускали его в 2007 году. И композиция аромата включает такие ноты, как гордения, кедр, лимон и малина. Я отчетливо в нем слышу малину и, конечно же, гордению, потому что гордению я, наверное, пытаю какие-то особенные чувства. Если в парфюме есть эта нота, то, скорее всего, что такой аромат мне понравится. И, конечно же, Диора Дикт Шайн не стал исключением. Он очень легкий, он красивый, он сияющий, он очень женственный, очень нежный. Для кого-то это тропический аромат, для кого-то цветочный, для кого-то это что-то снежное. Для меня этот парфюм на конец зимы, наверное, начало весны, может быть, середина весны. Летом он для меня уже тяжеловат, осенью уже что-то более интересное хочется применить. Но вот на сейчас, мне кажется, это очень хороший запах. Если у вас есть какая-то возможность хотя бы его протестировать, может быть, у кого-то, может быть, какой-то отливантик купить, то я бы порекомендовала его девушкам, которые любят фруктовые и цветочные ароматы. Дальше я хочу вам показать базу под макияж Clinique Redness Solutions SPF 15. Этой базой я уже пользуюсь давно, у меня с ней сложились такие неоднозначные отношения. Она мне то вообще не понравилась, то потом понравилась. Я, наконец-то, научилась ею пользоваться. То есть я наношу ее очень маленькое количество, очень тонким слоем хорошо распределяю на лице. И секретик такой, что нужно не на все лицо ее наносить, а на конкретные участки, там здесь покраснение, и тогда макияж будет хорошо держаться. В целом, я пользовалась, нравится мне эта вещь. А дальше тональный крем от Bourjois Healthy Mix. У меня оттенок 52 ваниль. Продолжаю его использовать, очень нравится. И для меня стало открытием, что, оказывается, этот тональный крем на мне хорошо сидит даже без пудры. То есть был один день, когда я не пользовалась пудрой, и, в общем-то, макияж продержался полный рабочий день. Все было отлично, ничего не потекло, никакие не шелушения не были подчеркнуты, вообще ничего. Мне очень понравилось. Дальше пудра Guerlain Parour. Ну, вы уже знаете, она там у меня в таком не очень состоянии. Я ее не открываю, но использую вот в домашних условиях для закрепления макияжа. Лежит она пока у меня. Дальше румяна от Evroche. Также использовала нижние два сектора, иногда только розовый, потому что хочется чего-то такого уже свежего, более яркого весной. Нравятся мне эти румяна. Я думаю, что их еще надолго хватит. Пытаюсь все еще закончить Maybelline Color Tattoo. Кремовые тени в оттенке 40 Permanent Taup. И, кажется, у меня это уже почти получилось. Вот это количество, которое мне нужно допользовать. То есть там буквально, может быть, еще на недельку или на две, и все. Удалось закончить помаду LCF. Вот так она выглядит. И оттенок 2. Я вам сейчас покажу оттенок поближе, но, к сожалению, он искажается немножечко. При сводче он вообще выглядит красным. Ну, вот так вот, как бы, более-менее оттенок верный. Там мне что-то фокус на себя забирает вот так вот. Уходит в сиреневый. По качеству эти помады очень приятные. Они жирненькие, мягенькие. Но, к сожалению, вот из-за своей мягкости очень часто сам продукт обламывается возле основания тюбика. И, конечно же, это неудобство. И нельзя потом такую помаду куда-то с собой взять, достать ее из сумочки. Это просто некрасиво. Это, наверное, даже неприлично такими помадами на людях пользоваться. Вот у меня есть три помады вместе с этой, от этой фирмы. И еще одна из них тоже сломалась. Скорее всего, ее как-нибудь добавлю в косметичку. Там хоть дома я ее попользуюсь. Ну, в смысле, не вынося из дома. А потом попозже покажу. А вообще по качеству просто замечательный. Помада оставляет после себя пигмент на губах, который не стирается несколько часов. То есть, если вы покушали, то вот этот пигмент уже просто без блеска остается. И очень хорошо держится. Я не знаю, что там по составу. Может быть, там есть что-то неполезное. Но, в общем-то, по эффекту мне нравится очень. Думаю, что в будущем я хочу повторить такую помаду во втором оттенке. Обязательно ее когда-нибудь куплю. Когда у меня побольше всего закончится. Давайте дальше. Пользовалась бальзамом от Ariflame. Уже на этой неделе хочу его заменить. Потому что поднадоел он мне. И так уже достаточно его использовала. Также тени Avon. Не помню из какой серии. Потому что коробочки у меня от них уже нет. Использовала где-то 4 раза, наверное, на неделе. В принципе, хорошие тени. Они без базы держатся часа 4 на мне. Это уже очень большой и хороший результат. Поэтому, в принципе, твердую четверочку они заслуживают, я считаю. Также использовала блеск для губ Guerlain Terracotta. Нравится он мне очень. И я думаю, что я на эту неделю тоже его оставлю. Продукт очень приятный. Ухаживает за губами. То есть, в принципе, можно обойтись и без бальзама. И очень красивый оттенок нейтральный. Есть легкое мерцание. Также использовала консилер Elf. Уже где-то половину... Половину где-то израсходовала. Он у меня быстро идет сейчас почему-то. Ну, посмотрим, насколько его хватит. Тушь клиник. И карандаш Ariflame Retro Shikoyal двухсторонний, который вы уже видели тоже в прошлом видео. Карандашиком пользовалась, наверное, раза 3. И сейчас покажу новые продукты на эту неделю. Оставайтесь со мной. Итак, давайте продолжим. Перед вами продукты, которыми я буду пользоваться на этой неделе. Надеюсь, что с удовольствием. И кое-что я решила оставить с прошлой недели. Это тональный крем от Bourjois. Оттенок 52 ваниль. Блеск Guerlain Terracotta. Оттенок 01. Консилер Elf. Оттенок Ivory. И пудра Guerlain Parour, которая у меня все время остается. Итак, добавила я базу под макияж Белка Смек Смирель. Пользуюсь ей время от времени. Ну, устраивает она меня, наверное, процентов на 50. Но хочу ее как-то потихонечку все-таки использовать. Давно не использовала продукт от Elf. Это палетка универсальных шиммеров. Сейчас покажу. Оттенки. Можно также использовать эту вещь как кремовые тени. У меня тут защита почему-то с ней не хочет сниматься. Она прилипла, видимо. Вот такие вот оттеночки. Очень красивые, мерцающие. Я думаю, сейчас вы на макро сможете рассмотреть. Каждый оттенок. То есть, они все мерцающие. Я не знаю, нужно делать сводчи или нет. Ну, давайте, в принципе, я сделаю. Попробую, в всяком случае, сейчас сделать, чтобы это все более наглядно было. Но, опять же таки, не сильно это все отличается. Вот они, эти четыре оттенка. В принципе, каждый из них, как хайлайтер, очень хорош. Я бы не стала их даже разделять на какие-то теплые и холодные тона. В общем-то, они все хороши, я думаю, для любого цветотипа. Главное, не перебарщивать и хорошо растушевывать. Вообще, палетка мне это очень нравится. Наносить, скорее всего, буду дуофиброй от Сигмы. Она хорошо справляется с такими текстурами. Дальше, в качестве бальзама для губ я добавлю вот такой вот бальзамчик. Как он там называется? В общем, это какой-то испанский бальзам. Фруто де лапейшн. Или как-то вот так он называется. Вот такое количество у меня его. Время от времени я к нему возвращаюсь. А дабы его уже, наконец, использовать. Но у меня это пока что плохо получается. Поэтому продолжаю с ним бороться. На этой неделе будет у меня такая помада от Севентин. Оттенок 396. Розовенькая. Красивая помада. Мне она очень нравится. Упаковка достаточно простая. Я не знаю, сколько сейчас эти помады стоят. Но раньше, когда я покупала, это была средняя ценовая категория. Цена была приблизительно как у Буржуа, Макс Фактор. Вот такие бренды. Тушь будет Dior Show от Dior. Продолжает мне нравиться. Там ее уже, мне кажется, совсем мало осталось. Нужно ее как-то уже использовать. Дальше из того, что я еще добавляла, это карандаш для бровей от Avon. Оттенок Soft Black. Добавила его на всякий случай, так как сейчас у меня брови окрашены краской. Если вдруг к концу недели краска немного смоется, то я смогу как-то карандашиком компенсировать оттенок. И добавила еще вот такую палетку от Elye. Давно ею не пользовалась. Это оттенок T10. Ну, то есть не оттенок, а ее номер, потому что здесь 5 оттенков. Очень мне нравится эта палетка. Она просто шикарная, как для визажистов, так и для домашнего. Использование просто супер. Тени прекрасно пигментированы. Хорошо растушевываются и держатся целый день. То есть оттенки остаются такими же насыщенными, как и после нанесения. Также, как вы видите, я не добавила никаких румян, потому что я планирую использовать вот этот вот оттенок в качестве румян. Он как раз подходит для этих целей. Я сейчас сделаю сводч. Вот так это все выглядит. Естественно, это не растушеванный вид. Но мне такой оттенок очень нравится. И я думаю, что мне он в целом подойдет. Последнее, что осталось мне показать, это, конечно же, парфюм. И на этой неделе он у меня совсем крошечный. Но в целом не менее приятный. Называется он Amber Elixir. Это Ariflame. В очень красивом флакончике. И вот такой вот коньячный оттенок самого парфюма. Парфюм этот восточный. Основные его аккорды это Ambra, Mindal, фрукты, цветы. Есть что-то в нем и древесное. Выпускался этот парфюм в 2009 году. Я с ним была абсолютно незнакома. То есть мне его просто прислали. Но в целом мне он понравился. Можно сказать, что он звучит немножечко плоско. Но в то же время он очень приятный. Такой обволакивающий, успокаивающий. Он восточный, но не настолько насыщенный, не отталкивающий. То есть это не запах каких-то благовоний из китайской лавки. Нет. То есть это вообще другое направление. Он очень спокойный и очень ненавязчивый. Этот парфюм я наношу утром. Я его не беру с собой, не ношу его в сумке. Его хватает полностью на целый день. И в конце дня он звучит совершенно по-другому. То есть в нем уже нет пудровости. В нем есть запах парфюмерного магазина, где именно продаются хорошие, дорогие парфюмы. Мне очень нравится этот аромат. Он абсолютно не вызывающий, абсолютно не раздражающий. Я уверена, что он может понравиться многим, как мужчинам, так и женщинам. Ну, естественно, мужчинам на женщинах этот парфюм может понравиться. Он не для девочки. Я считаю, что хотя бы 25 лет, я думаю, должна быть обладательница. Потому что он такой... Ну, нельзя сказать, что он прибавляет серьезности, но он уже для такого, для среднего возраста. Но это лично мои ощущения. И верхние ноты в нем мандарин, черная смородина, виноград. Ноты сердца, миндаль, гелиотроп, пион. И ноты базы. Это мускус, сандал и амбра. В принципе, мускус я очень люблю в парфюмерии. Поэтому данный аромат, несмотря на то, что это сетевая косметика, мне этот аромат понравился. Ну вот, в целом, наверное, все. То как-то я сейчас отойду в парфюмерную тему и начну очень долго что-то рассказывать. Я думаю, что... Вернее, я надеюсь... Я надеюсь, вам интересно было посмотреть это видео. Большое спасибо вам за внимание, за потраченное время. Пишите комментарии, если у вас есть какие-то вопросы. Я, конечно, отвечаю с опозданием, но отвечаю обязательно всем. Все, девчонки, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok